Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Значит, вы утверждаете, что никому не давали свой ключ? Я лицо материально ответственное. Зачем мне шею под топор подставлять? Может, в модуле оставили, когда в Баграм ездили? Мой ключ всегда со мной. Товарищ майор, по-моему, кто-то недавно делал слепок этого ключа. Тут вон на бороздках следы пластилина. Да и не может этого быть. Молчите. Ты уверен? Да абсолютно. Формовочный пластилин. У нас подобный случай был на практике. Мы тогда с экспертами его досконально разобрали. Посмотрите. Юра, да какая-то? Это вот это? Угу. Давайте не будем отрицать очевидное. И хорошенько подумаем, кому мы могли доверить свой ключ. Да никому. Ты шпиел. Формовочный пластилин – штука редкая. Может, будем плясать от этого? Секундочку. Формовочный – это из которого форму делают, да? Да. Тогда я знаю, у кого такое добро есть. А именно? У нас в части есть рядовой. Я не припомню, как его фамилия. Его все художником называют. Так вот, он из пластилина лепит различные фигурки. А потом из них делает скульптуры. Вторая рота. Он там, коптерчик. Ну, что ж, пойдемте, познакомимся с вашим художником. Сегодня не получится. Вторая рота в полном составе и на задание. Утром вернутся. Ну, что ж. Подождем до утра? Давай, собирай свои причиндалы. Есть. Товарищ майор, может, за прибытие? Я не пью. Савелий, молодец. Далеко пойдешь? Служу Советскому Союзу. Ты чего здесь бродишь, Курс? Надо. Тебе надо? Тебе сейчас надо метнуться к Карышеву и стать квадратным. Я сейчас уеду. Когда вернусь, чтобы я тебя здесь не видел. Я здесь как раз по приказу, товарищ майора, свидетелей опрашиваю. Так что вы, товарищ капитан, можете спокойно катиться по своим делам. Я что-то не понял, Курс. У кого-то борзометр зашкаливает? Настройки подкрутить? Нет, не надо. Не слышу. Никак нет. У тебя всего две руки и две ноги. Я могу тебе все это сломать двадцать раз. Ты понял? Спасибо, мужики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты уверен, что его не взяли в живую? Да. Мои люди мне сообщили, что из того карвана никто не выжил. А тело ты видел? Нет. Ну, так если тело еще в Кабуле, ты должен его смотреть и проверить, не пытали ли его и не раскололи. То есть, синяки, выбихнутые составы. Я думаю, мне не надо тебе этого объяснить. Я понял. Сделаю. Ну, что, подруга? Готова чуть-чуть поработать? Хорошо. Понял. Сделаю. Угу. Звонил по поводу Савельева? Звонил. Сказали ждать. Чего ждать? Дальнейших указаний. Да они там что, все с ума посходили, что ли, а? Толя, остановись. Хорошо. Я сам разберусь. Я запрещаю тебе лезть в это дело. Толя, ты меня услышал? Или может тебя на гауптвахту на пару дней отправить? Слух подлечить? Услышал. Вот и хорошо. Извини. Шуровяк в жилях ул. Нас всех построили. Мужчин старше шестнадцати лет забрали в правительственную армию. Там были совсем мальчишки. Но кто будет проверять? Одного убили. Говорят, пытался бежать. Помню, лежит. Глаза мертвые, открытые. Шураве не понравилось. Сейчас я пленку быстро перезаряжу. Рассказывай. Барашек забредал к Юсуфу. К льву его прикормил. Сегодня вечером придет Лакшар. Хорошо. Ты организуй там все. И понаблюдай за Лакшаром в течение дня. А вечером? Бавра пришлю. А насчет этого аула и мальчика это правда? Какое это имеет значение? Если ты это напечатаешь в своем журнале, это будет правдой. Такой хороший репортаж получается. Ты что такая пасмурная? Потому что я сюда не только фотографии приехала делать. Когда я Митю увижу? Потерпи чуть-чуть. Вот человек уже с ним встретился. Какой человек? Почему не мы? А вдруг за Митей следят? Если его поймают, то плохо будет всем. И нам, и твоему Мите. Я уже все сделала. Он сам к нам приедет. Когда? Сделай ей сюрприз. Сегодня. Сегодня. Жень, ты серьезно? Я тебя хоть раз обманула? Ну вот. Жди гостей. Не улетел? Не улетел? Как видишь, сдержался на пароне. Гляди какой. Бухтияр. Я-то тебе подарок принес. Ир, а это тебе. Уж не знаю, понравится ли. Выбирал на свой вкус. Он очень красивый, спасибо. А он подрос. Кажется. Ты голодный, наверное, да? Подрос? Есть чувство. А? А ну, дай клапу. Унухти какие. Как у отца. Но ничего, вам нравится. Учится. Обещал, клялся, что любить будет, что рядом будет. Ничего. Домой является, как наказание отбывает. И опять сбегает на свою эту войну. Угу. А Лайяна человек ненадежный. Без якоря. Ой, да пытались бы этот якорь. Не дал бы у детей. Может, он здесь ни при чем. Может, тот ему не дал. Если у него не получается, может, с другим с кем-то выйдет. Ты что? 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 Я его люблю. А что делать? Привяжи его. Привяжи, если любишь. Дети не только от мужей получаются. Как сын? Не болеет? Как и все дети. Но мне ваши помогают. Вот уже сделали прививку от коклюша, от полимелита и обещаю сделать. И все? Да. Наши. А ваши что, не помогают? Если тебе и сыну что-нибудь понадобится, ты мне сообщи. Я все сделаю. У нас все есть. А теперь еще и ты появился. Спасибо тебе. Бежать мне надо. Что, уже? Да. Время. Ну, подожди. Побудь еще немного. Слышишь? Мне за одним генеральским сынком присматривать надо. Очень я на генерала обязан. Понимаешь? А у сына у этого шило в жопе. Так что… Пойду я. Но я вернусь. Обещаю. Я осмотрел тело убитого Сизнова. Никаких стыдов, пыток. Ты уверен? Да. У него было смертельное ранение. Он погиб во время боя. Почти мгновенно. А его вещи? У КГБ. Но что, я не знаю. Если парня еще не взяли, значит наводок на него не было. Если даже у них есть книга, то без кода она бесполезна. Вот его фотография. Езжай в Атал-Лакшар. Смени Смаила. Он тебе все расскажет. Все сделаю в лучшем виде. Надеюсь. Это смешил. Шутка со смыслом, товарищ майор. Приеду в Москву ребятам, расскажи. Лакшар? Ну, и кто-нибудь знает, что это такое? Лашкар – это армия, а лакшар, бог его знает. Люкс, наверное. Да? Надеюсь, и девчонки тоже будут в люкс. Да? Себе не показывайте, дача майор. Ты весь вечер веселее будешь. Больно. Ночи в солнце, горячий весон, горячий пустыня. Добрый вечер, уважаемый пустыня. Информация, пожалуйста. Водку хотите? Конечно, будем. Мы что сюда пришли, Кобко? Чайник. Сколько? Ну, я думаю, три. Да, товарищ майор. Не-не, ребят, я не буду. Тогда два. Прошу. Ну что, чайку? А давай, Волшебного. Так, я не понял, курсант. Опа. Вы же не пьете, товарищ майор. Знаешь что, в хорошей компании можно по грабульчике. Понял. Это хорошо. А то я уж стал переживать за ваше здоровье, товарищ майор. Давать не это, товарищ капитан. Ну, за вас, как там говорится, с днем варенья, долгих лет. Спасибо, ребят. Погнали. Ура. Будем. Погнали. Ребят, вот это вот дело с пожаром. Это вообще просто вот детский сад. Вот восемьдесят первым у нас было дело. Вот это вот дело. Четыре генерала погон лишились. А один вообще в холода уехал. Босиком. Товарищ Андропов лично мне звезду нацепил и вот эту самую руку пожал. Какую руку? Вот эту? Да. Левая. Андропов левша. Так, вы что, не в курсе, что Андропов левша был? Чего ты ржешь? Подкололи. Предлагаю со звезды. Не удражаю. Повелся. Лучше за две, конечно. Согласен. Последний дурак поверил. Ура. Ну, курсант. Где три девчонки-то? Не, все здорово. Я не в обиде. Да и женатый. Так просто. Интересно. Все будет. На ловце и зверь. Товарищ майор, разрешите, я отлучусь ненадолго? Куда намылился, медь? Да деньги поменять. Тут же все в Афганях. А, ну давай, конечно. А, ну тогда, девочка. А ты куда? Мне тоже поменять надо. Вдруг у курсанта денег не хватит. Слушайте, давайте быстрее. Тут боюсь один сидеть. Да сам я справлюсь. Не спорь со старшими. Пойдем, пойдем, медь. Пойдем. Ты чего? Добрый вечер. Добрый вечер. Чем могу служить? У меня это рубли поменять. Я, кстати, Савельев. Дмитрий Савельев. Очень приятно, Карим. Да это вы не поняли. Там письмо для меня должно быть. Секунду. Дмитрий Савельев. Дмитрий Савельев. Дмитрий Савельев. Увели вас 8 лет. Как нет? Проверьте еще раз. Там должно быть. Нет, как к сожалению, ничего. Странно. Что ты застрял в курсе? Что, в номер хочешь заселиться? Хорошо. Могу еще вам помочь? Нет, спасибо. Вот все в порядке. Успокоишься? Не могу я. Потому что ты так мечешься, он быстрее не приедет. А если он вообще не приедет? Он специально для тебя приехал в Кабул. Он генеральский сын, ему тоже нелегко. Ты верь в него хоть чуть-чуть. Ой-ой-ой. Что? В зеркало посмотри. Что? Вот как такой красавице можно не приехать? Дану тебя. Ну, успокойся. Успокойся. Все хорошо. Солдатик, как кажется, уголь разгружали и прикопали. На станции начали колыпаться. Ух ты, пистолеты. Ну, их поделить, конечно, успели. И мы их под молотки летяем. Давай. Лариса, у меня день рождения. Че ты кислый такой? Вроде нормально сидим, отдыхаем. Че ты? Товарищ капитан. Чего? Все нормально. Точно? Точно. Ну, ладно. Слушай, вас ждут у служебного входа. А я думал, Макасос нянчится с ним придется. А он, и что? Котелок тебя варят. Я, конечно, понимаю, у тебя там светлое будущее и все такое. Но если есть желание, давай быстро ко мне. Я из тебя вмиг Волкодаваса скорее сделаю. Пикнуть не успеешь. А я подумаю, товарищ майор. Подумай. А товарищ майор у нас мужик. Во, Иван Дропов лично. Так хватит с этого трепаться. А что хватит лично левую руку жалую. Давайте за меня. За вас, ура! 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 Ты чего, курсант? Ты куда опять? Доставь ты его. Я сейчас. Давай это дышать. Здрасте. Чего думал, камикады? Добрый вечер. А вы курсанты. У вас спокойно, товарищ. Танцуем? Возможно. Приглашаю. Сюрприз. А как вы сюда попали, курсанты? Через дверь, дядя. Вход только для старших офицеров. Да мы есть старшие. Военная прокуратура. Товарищ майор. Ребята, закон суров. Прокуратура. Вернитесь-ка на свое место, молодой человек. Да сиди, дед, не квакай. Пойдем, красивая. Так. Не понял вашу юмору, товарищ. Желаете побеседовать? Что? Тихо, тихо, тихо. Майор, ну не смешивайся. Не видишь, что пьян как свинья. Десанты пьян. Пойдем, красивая. Ограбли. Так, все хорошо, хорошо. Все хорошо. Стоп, 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 мужики, стоп. Ну, парень перепил. Ну, бывает. Совсем бывает. Я уведу его. Я тебе объясню, куда, Митя. Поздно. Капец. Зачем? Зачем? Он сейчас извинит. Он извинит. Он извинит сейчас. Достали, суки! Ты что, дурак? Куда? 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 Разомой. Где кусан? Ну, все, Курс. Ты труп. Ты кто? Как же так, товарищ? Сел в машину, а сам не знаешь кому? Так. Предупреждаю, если это похищение, я вооружен. О, страшно. Очень страшно. Я тоже. Да? Ну, только у меня обе руки свободны. А я за рулем. Сейчас, как разгонюсь, ударю по тормозам. Я в машине останусь, а ты через лобовое стекло вылетишь. Стекло вставлять тысяча две-три, не жалко? Ты мне нравишься. Смелый парень, но глупый. Ты зачем в лапшары этих двоих притащил? Так вышло. Один из них на мне прицепом висит с самого приезда. Шагу без него ступить не могу. Вот пришлось выкручиваться. И что ты ему скажешь, если он снова к тебе прицепится? А что мне говорить-то? Я вышел воздухом подышать. Увидел таксиста, он мне предложил куртку кожаную купить. Сел в машину, поехали смотреть. Не сторговались. Он меня высадил. Я понял, что до части далеко. Хотел взять такси, но объявили комендантский час. Шел пешком. Хорошо. Едем куртку смотреть. Ага. Вот же хитрый. Годеныш. Ну, ничего, ничего. Ну, стоять! Да как же я рад вас видеть. Я заблудился. Да? А что ты ночью по Кабулу шляешься один? А что вы мне тыкаете? Я офицер. Ну, счастливы оставаться, товарищ офицер. Друг, друг, ну я же пошутил. Ладно, проехали. Это что у нас за прогулки во время комендантского часа? Кротов? Ленька! Кротов, ты что ли? Здорово! Здорово! Слушай, мне человечка одного надо найти по зарезу. Он где-то здесь по Кабулу крутится. Поможешь? Ну, давай, конечно, поехали. А я… Ну, и ты садись. А это кто? Я не знаю. Ну, и ты слонюу много. Давай. Джейн. Сюрприз. Наконец-то. Я же говорила, что мы еще увидимся. Волнуешься? Нет. Да, очень. Хорошо. Она тоже волнуется. Идем. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ученин. В зиму поле камеры. Ученин. Они зима на буче Так взянулся на бутат iTunes Cup Western. Тихо, 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 тихо. Мьайк. Учени»,ю, ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да найдем мы его, Виш, не переживай. Здесь не Москва. Вот это меня и напрягает, что не Москва. Так, я не понял. Так вот же он. Чего он на ориентировке делает? Так это есть твой пропавший? Да, мой. Особистая. Нам его лично за дня четыре назад прислали. Особистая? А по какому поводу? Да не помню. Горенчука по какому? Да не по какому. Не объяснялись. Тупо опознать, знаем ли этот персонаж или нет. Ну, вот. Кино все интереснее и интереснее. Четыре дня, ты говоришь? Да, точно, четыре. Мы еще какого-то лейтенанта за него приняли. Угу. Было дело. Ребят, мне бы это в честь. Успеешь. Что думаешь, мальчишки? Обычный, влюбленный, дурак. Ничего сложного. Ну, отлично. Готовься к эвакуации. Уже все сделано. А ты лучше, чем я тебе думала? Джейн, ты прекрасна, как полная луна. Ты не в моем вкусе, Бавр? Потому что смуглый. Потому что мое внимание надо заслужить. Так я стараюсь. Мало стараешься. Да. Я боялась, я тебя никогда больше не увижу. Но ведь увидела. Хочешь блинчик? Мы с Джеймем пекли. Точнее, я пекла, Джеймем помогала. Он очень вкусный. Ты вкусней. Подожди, подожди, подожди. Нам поговорить надо. А то. Подписки, новостей не было. Ну, это что? Да ничего. Просто так спросила. Федя, мы тебе обещали звонить. Каждый день. Ну, чего ты волнуешься? Дети ж они знают, когда у них неприятности. Когда у них все хорошо. Чего ты так лысого от них дождешься? Чего ты вас спрашиваешь? Спрашиваю, чё-то. Просто так вот взял вот и механически спросил. Потерпайся с этим Амганистаном, будь он не ладит. О, Андрей-то. Ты ужинать будешь? Пока горячая все очень. Пирог с воскресенья остался. А? Ну, давай, я что-то перекушу. Ну, мои руки. Ты себе не представляешь, Митька, какая она огромная! И где я только не была! И в Чикаго! И в Лос-Анджелесе! И в Техасе! Я снимаю вообще безостановочно! Готовщик не хватает! Да, мы тоже не на острове живем. Места-то хватает. А люди там какие? Ты идешь просто по улице, и тебе все улыбаются. Совсем не как в Союзе. А еще я была в Детройте. Такой странный город, такой весь в дыму. Как город-призрак какой-то. А люди там все помешаны на хоккее. А у нас тоже такой город есть. Челябинск называется. Чего твой Челябинск? Точка на картину. А Детройт его не точка разве? Или он треугольничком отмечен? Или звездочкой? Все-то у тебя звездочки. Звездочки. В голове. От тебя. Ну, подожди ты. Дай хоть посмотрю на тебя. А еще мы с Джейн ходили на Бродвей на мюзикл «Кошки». Давно ее знаешь? Год, наверное. Она мне как лучшая подруга стала. Она меня на работу не устроила. А еще я думаю, что если бы не она, мы бы с тобой не увиделись. Анна, не говори глупостей. Это я тебе нашел без всяких Джейн. И парня-то нашел, кто тебе письма таскал. Так что все равно придумай, как тебя увидят. Ти-и-и. Я тебе верю. Я просто не верю, что это сейчас происходит. Ах, сон какой-то. Кабул. Война. Ты. Я, наверное, сумасшедшая. Да мы с тобой об ненормальные. Все будет хорошо. Как хорошо. Как именно. В ковер тебя закатаю, как в кавказской пленнице. И увезу в Союз. Подожди, вроде, вроде, нам поговорить надо. Потом. США, штат Вирджиния. Ну, что у нас? Флэрти передала новое сообщение. С погибшим куратором проблем нет. Хорошо. Хорошо. Операция продолжается. Встреча Добровольской и сына Савельева произошла без накладок и происшествий. Хорошо. И они теперь на пути сюда. Флэрти просит подготовить пути отхода в ближайшие 24 часа. Да. Хорошо. Займемся этим вопросом. Заходу на ла-ли-ла-ли-ла-ли-ла-ли-ла-ли-ла-ли-ла-ли-ла. Одно. Доброе утро. Тебе идет. Иди сюда. Кофе в постели. Анка, елки, девять часов уже. Чего ж ты меня не разбудил-то, Ань? Ну, ты так сладко спал. Сладко, Ань, это шарм, я тут. Опаздывать-то нельзя. И что, тебя теперь накажут? Это же самоволка получает. Да нет, все нормально будет. Просто тут одного надо успокоить, его ко мне приставили. Псих-ВДВшник, он полгода из меня на уши поднимает. Ну, я просто не знал, не был уверен, что ты здесь. А теперь я знаю. Я с ним поговорю, и все будет хорошо. Митя, Митенька, ты же вернешься? Иди сюда, вернусь. Чего ты говоришь-то? Сейчас, я здесь. Все, все, все. Ты спередни никуда не денешься. Все, все, пока. Пока. Митя, Митя, галстук, галстук. Все, галстук, галстук. Все, пока. Анька! Митя, беги, 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 беги. Все. Куда? В часть, Джейн. Аня, как же Аня? Я вернусь за ней. Когда? Сегодня. Где такси? На площади за углом. Спасибо. Джейн, Джейн, милая моя родная, спасибо тебе больше. А ты теперь не представляешь, как я сейчас с ним… Так хорошо, ты с ним говорила? Да, конечно, мы говорили. А об этом, Джейн, прости, но совсем не до этого было, понимаешь? Но он вернется, я обязательно с ним поговорю. Ты уверена? Да. А что? А? А ты думаешь… Не-не-не, все, все хорошо. Все хорошо. Если он не вернется, я его самое счастье выкраду. Ты… Это все благодаря тебе. Спасибо. Подъем. Подъем. Какого черта? У вас че тут происходит? Я вроде легонько его. Легонько? Ты че, с ума сошел, что ли, капитан? Ты ж в спецназ, а он… Савельев, ну реально достал, товарищ майор. Савельев, ты меня слышишь? Савельев? Товарищ майор… Так ты че с ним сделал? Нокаут просто. Нокаут? Сотрясение у него. Давай, Санчет. За ваше неподобающее поведение доложу генералу Савельеву. Сам доложу. Вы уж извините, товарищ генерал-лейтенант. Пришлось… Чуть-чуть маленько. Понял. Воспитываю на урамках. Понял. И это… Тут особисты искали Дмитрия. Особисты? Еще до прибытия в Кабул. Зачем? Выяснить мне удалось. Информация от комендатуры. Им просто ориентировку скинули и… Все. Никто ничего не объяснял. Ровно через три часа оба будете на связи. Есть. Это Шакур, мэр. С меня башишь. Че, хочешь? А тут в пору водку пить. Проблемных контактов не выявлено. За исключением Добровольской Анны. Добровольская вместе с родителями год назад эмигрировала в США, где успешно устроилась, а недавно состоялась ее фотовыставка. Ну, дальше дальше. Данная фотография, по всей видимости, сделана Добровольской. Манера совпадает. Как фото сына советского генерала оказался у оперативника западных спецслужб, убитого в Кабуле? Я затрудняюсь ответить, Вячеслав Игоревич. Так. Немедленно подняйте данные по Добровольской. Отправьте запросы в резидентуру в США. Пусть подключат посольских. Вообще, все возможные ресурсы. Как можно скорее. Ну, все, выполнять. Слушаюсь, товарищ генерал-мэр. Слушаюсь, товарищ генерал-мэр. Сережа, начинаем. Да, Афганистан, Соединец Карманович. Есть. Да, Сережа, товарищ генерал-лейтенант. Товарищ Бобра Кармаль заболел. Приступ. Связи с ним нет. Как заболел? Какой приступ? Что говорят, что известно? Не могу знать. Точную информацию не дали. Причин не объяснили. Понятно. А усоедини меня с полковником Воснецовым. Политическая разведка Кабул. Товарищ генерал-лейтенант. Я уже пытался с ним связаться. По словам дежурного офицера, он ушел в горы на задание. Это вся информация. Задание, говоришь? А соедини-ка меня с… Да нет, не надо. Отбой. Отбой. Все. Благодарю. Да. Входи. Товарищ генерал-лейтенант. Может быть, я перестраховываюсь, но должен сообщить вам в негласном порядке, что… В общем, за мной выходит наружка. Я не уверен. Но считаю, необходимо поставить вас в известность. Спасибо, Сереж. Поставил в известность. Разрешите идти? А ну, вызови мне машину. Есть. Наружка, говорите. Ну, что, Куль, прокатимся? Есть? Я сам поведу. Есть, товарищ генерал? Первый, я четвертый, принимаю голос. У вас все в порядке, Федор Николаевич? А почему-то не очень, Коля? Вот они красавцы. Кто, Федор Николаевич? Соседи по школе. Давай, догоняй его. Вышел, у переулка не вижу. Видишь, Коль? Так точно, сменились. Все, добро, вижу, принял. Сучья-то. Не быстро, Коль? Как сказать? На встречу мне идет. Сейчас буду крутиться через две сплошные, попробую достать. Пока не вижу его. Алло, Иваныч. Монтер ушел от нас. Здорово. Ну, что стряслось? До вечера нельзя было? Да я думал, ты мне скажешь, что стряслось. Я? Да вот слежка меня беспокоит. Какая слежка? Я сам не знаю, какая. Кто такие, тоже не знаю. Я носитель густайной, а тут… Веселый разговор. Ладно, выясним. Слав, хватит Ваньку валять. Это ж твои люди. Ты что, на психику давишь? Хочешь, чтоб я изменил свою позицию по Афганистану? Так я ж не изменил. Неужели ты до сих пор не понял? Ну, я думаю, здравый смысл победит. Особисты зачем моим сыном в Кабуле интересовались? Страхуют тебя. Слав хорош. Ты был еще до того, как он туда поехал. Ну, тут не знаю. Тут, правда, не знаю. К вечеру выясню. Выясни. Федь, У Горбачева на столе два проекта. Один твой, другой комитета. Еще не поздно нас поддержать. Слав, ты бы в госпиталь съездил, на пацанов посмотрел. А там и есть вся цена твоего проекта. Понятно. Ну, ладно. Вот и там… Сына-то береги. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Федь! Что ж ты такой подлец-то, а? Ты, ты когда ж так изменился, ну? Дурак ты, а! Дурак ты, ты ж вообще ничего не понимаешь! Если с моим сыном в Кабуле что-нибудь произойдет, спрос будет с тебя. Понял? Спрос будет только с тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Погоны плечи живут? Негласно следить не умеем? Так ведь он как рванул, мы даже опомниться не успели. Ну, рванул, рванул. Доложили на часть, вы курите. Виноваты, товарищ инфлятор. Берите десять машин, двадцать, ну, чтоб как призраки ходили. Есть. Товарищ курсант, вас срочно по спецсвязи. И капитана Кротова. Не знаю, где уж капитан. Сам ищите. Витька, ты от меня точно ничего не скрываешь? Все нормально. А что случилось? Ну, слышал, Карышев тобой доволен. А дисциплина, как обычно, хромает. Вы когда домой собираетесь? Не знаю. Меня три, наверное. Понятно. Ну, дай мне Кротова. Тебя. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Капитан Кротов. Здорово, Мишкин. Значит так, а Дмитрия, а Дмитрия, не на шаг? Кабул не ногой. Приказы мои выполнять неукоснительно. Каждые восемь часов на связь. А спать когда? На том свете выспимся на. В случае непредвиденных обстоятельств, звоните мне немедленно. Если не будет такой возможности, ну, берешь его в охапку и… Первым бортом домой. А вот это хоть прямо сейчас, товарищ генерал-лейтенант. Я сказал, в случае непредвиденных обстоятельств. А так, пусть все расследуют. Есть. Ну все, отбой. Погнали. 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 Здорово, полковник. Слушай, внимательно. Передай Кармальеву, чтобы он срочно вылетал в Москву. Скажи, есть договоренность о личной встрече с Горбачевым? Понятно. Второе. Если встреча состоится, поставь ему прямую задачу — валить Савельева. Я встречу в рапорту, проинструктирую. Упор будем делать вот на что. Савельев… Петодич, добивает клин между дружественными народами. Ослабляет позиции СССР в регионе. Ведет дело к позорной сдаче позиций. Вопросы есть? Никак нет. Далее. А может ориентировка? От американской архитектуры по важным связям младшего Савельева. Выжми здесь все. Надо его прищучить. Есть. Ты был прав по поводу этого парня на фотографии? У меня чутье. А никто и не отрицал. Только надо сперва все выяснить и действовать деликатно. Тут такая карусель. Закачаешься. Сходи за спецпочтой. Придешь — все расскажу. Есть. Есть. Кофе хочешь? Иногда встречаешь человека после долгой разлуки. А он изменился. Он другой. Так бывает. Нет. Митька все тот же. Я-то просто думала. Мне кажется, он не сможет жить в Америке. Там все другое. Улица, люди. А он из военной семьи. Подожди, ты передумала? В смысле, ты хочешь возвращаться одна? Нет. Я без Митьки уже не смогу жить. Вот и замечательно. Мне Митька очень понравился. Толковый. Перед вами мир открыт. Все будет хорошо. Спасибо. Да не за что. Ты только увози его быстрее из этого Кабула. А то мы все ходим по краю, чтобы спасти твою великую любовь. Да, значит так. Прокурорская пока в штаб-армии смотаюсь. А ты пока комендантских опроси, может найдется где пластилин? Товарищ майор, разрешите с вами? Ну, как я понимаю, в целях безопасности, выход за пределы расположения… Категорически запрещается. Совершенно верно. А что ты хотел? Сам виноват. Ненавижу гречку. Ненавижу. Ненавижу. Номер тот же. Сигареты те же, значит и номер тот же, Ветарь. Мама, заходи. Ну, а что? Что ты? Как? Ой, не спрашивай. Мест себе не нахожу. Так, все. Идем ко мне. У меня там наливка и черной смородиной. Она тебя вылечит. Пойдем. Думаешь? Все, пойдем. Ой, ну, хуже не будет. Да лучше бы так. Две это не скажу. Я уже ничего не соображаю. Давай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ладно, вырубай. Наши агенты в Нью-Йорке установили, что в настоящее время Анна Добровольская в качестве фотокорреспондента находится в городе Кабулт. Вместе с журналисткой Джейн Уилсон. Год назад Добровольская была выслана из СССР вместе с родителями. 72 часа. Анна Добровольская имела любовную связь с Дмитрием Савельевым. Сыном генерала-лейтенанта Федора Николаевича Савельева. Как этих из Нью-Йорка? Еще раз. Добровольская и Уилсон. Возьми, а? Музей. Здравия желает, товарищ генерал-лейтенант. Его сейчас нет. Не вернулся. Да, в Зеленке. Работает с агентурой. Так точно. Есть. Велено, как вернешься, срочно связаться. Да свяжусь, свяжусь. Сейчас закончим и свяжусь. Нет, этих девиц в списках въехавших нет. Ни той, ни другой. Нелегально. Или их вообще нет в Афгане. А все это для отвода глаз. Ну да. Только младший Савельев, в Кабуле. Толя, займись делом. Поезжай в их часть. Переговори с Кротовым. Сними информацию. Он хоть персонаж неуправляемый, но все-таки не предатель. Я бы так уверенно не говорил. А я уверенно. Поговори с ним по-человечески. Ну что, красавицы, понравился тебе кофе? Очень. Смейл, отвези нас в город, поедем на задание. Уже бегу заводить машину. А где это происходит? Где это происходит? Кто видит? Он в фандамину. А где он уже решился? А, как мы хотите, потому что я не знаю? Вы... Вы знаете, вах, и хурт будут. А, вау, мы пусанки... И я уже... Я помню себе скидила. А вы уже не видели? Какие-то материалы, которые... Да, такие-то фильмы, которые я знаю, и некоторые. Вы не знаете, что есть в тарахе, что она делает и как-то делает. Пожалуйста, что я не знаю? У вас есть. Это было не было. А вот тебе вопрос о том, что я не говорю. Что вы думаете? 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 Вольно. Вольно. Да присядь. Ну, рассказывай, с чем живешь? Слушай, ночью работаю, днем сплю. Почему ночью? Так днем мешают все. А вы видели мой барельеф в клубе? Пока мы видим только пластилин, совпадающий с образцом. Тут столько народу. Кто от службы отлынивает, от разводов. А может я сам использовал? Для чего? Ну, для лепки, модельки делать. А может все-таки ключ? Что вы пристали со своим ключом? Говорю, модельки делать. Да модельки, модельки, Костя. Ты расскажи товарищу майору, где был во время пожара. Ну, на утреннем разводе. Ну, кто может подтвердить? Весь взвод. Костя, ты расскажи, как мне рассказывал. Фамилии, звания. Василькович. Это писарь строевой. Гаврилов, замком взвода. Мухаммед Зианов, вечный дневальный. Кузьменко. Ягубов, это наш почтальон. Ты никого не забыл? Нет. А писарь финансиста? А, а с Жигулёва не было. Элементарно, товарищ майор. Спасибо, Костя. Я не понимаю, курсант, это же элементарные вещи. Почему не проверил алиби писаря? Нужно каждое сломечко, каждый чих. Сам не понимаю. Савельев, объясни мне, пожалуйста, что с тобой происходит. Тебе виноват. Постройте взвод. Строиться! 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 Смирно! Товарищ майор, комендантский взвод по вашему фрегану построят. Вольно. Вольно! Бойцы, нам нужно ваше содействие в раскрытии совершенного на территории части тяжкого преступления. Диктую по буквам. Жанна, Ирина, Галина, Ульяна, Лариса. Да, да, Жигулёв. Рядовой комендантского взвода самовольно покинул часть предположительно сегодня. Может быть, вчера, после поверки. Ориентировку я вышлю, её надо размножить и разослать. Да. Не спи на посту. Ира! Дочка, ты дома? Тш-ш-ш-ш-ш-ш! Я здесь, мама! Спи. Ой, а это что такое? Купила? Нет, это Мишка Крутов подарила счастье. Помню, тебе о нем рассказывали. Да. Красивый. Мам, он хочет забрать меня в СССР. Он? А почему? Котияр, его сын. А-а-а. И ты ему веришь? Его год не было. Мы должны уехать. Но он вернулся. Вернулся со мной и с Бахтияром. Дочь, я ему не верю. Он исчезнет. Так же, как и твой отец. Он исчез. А отец не исчез. Его забрали. Ну, прости меня. Ну, прости меня, дедка. Ну, конечно, будет хорошо, если он вас уберет. И ты будешь не одна. И у Бахтияра будет отец. А что будет со мной? Ну, я ж здесь останусь совсем одна. Ну, я с ним поговорю, он тебя заберет. Мама. Ну, что ты? Господи, доченька. Доченька моя. Доченька моя. КОНЕЦ Доченька моя. Продолжение следует... Ведаль, давай еще раз попробуем. Слушай, ну не борзей. Ладно. Зоя, ты чего трубку не берешь? Ну, чего звонишь? Опять сказать, какая плохая? Зоя, ты меня извини. За что? Ну, вспылил я. Тут такое дело, понимаешь, я ребят встретил, с которыми служил. Ну, там накатили. Ты же знаешь, что-нибудь для меня значит. А тут ты. И... В общем, нашло в меня что-то. Дурость? Можно и так сказать. Но вообще-то, Зоя, это характер. Угу. Это у Чапаева был характер. А в данном случае, обычная дурость. Я соскучился по тебе. И я это, я люблю тебя. Очень. Слышишь? Да, слышу я. Я тебя тоже. И жду. Я скоро приеду. Давай. Вы наша агентура. Вы наши глаза и уши. Без вас мы в Кабуле никто. И звать нас никак. Поговорка такая есть. Искать нужно. Вот и ее. Бросить все силы. Ориентировки размножены. Возьмете сколько надо. Красивая. Добровольская. Анна, в Кабуле, скорее всего, нелегально. Или под чужой фамилией. Надо проверить. Гостиницы. Частный сектор. При себе может иметь профессиональное фотооборудование. Говорит, на английском, на русском. Фарси в пушту, скорее всего, не знает. Угу. Для маскировки может носить парамжу. С ней еще одна женщина. Джейн Уилсон. Других установочных данных по ней пока нет. Других установочных данных по ней пока нет. ИНТРИГУЮЩАЯ НЕЗОВАТИЯ НЕЗОВАТИЯ ТАПЕВАТИЯ САПЕВАТИЯ ВАРАТИЯ САПЕВАТИЯ ВАРАТИЯ Там патруль. Надо уходить. Уходим. Бурин, Бурин. Идём, идём. Пошли. Скорей, скорей. Что случилось? Это советский патруль. Нам к тебе лучше не пересекаться. А почему? Мы же просто журналисты. Что, мне тебе объяснять, как они относятся к свободе слова? Твоего отца выслали в 72 часа, а могли вообще посадить. Дай, пожалуйста. Иди, иди. Вот я думаю, зря мы Митю отпустили. Это армия дисциплины. Его могли наказать и вообще уже никуда не впустить. Я с самого утра об этом думаю. Он так поздно ушёл. Боже, я хочу, чтобы мы могли как можно скорее отсюда уехать. Я больше всего на свете этого хочу. Слушай, надо сегодня всё решать. Джин, ты давишь на меня. Мы сами во всём разберёмся. Ну, что значит сами разберёмся? Но вы как дети. Мы давно уже повзрослели. Боже, ты не понимаешь, я была такой же дурой. Я столько дров наломала, до сих пор расхлёбываю. Может я и дура, а Митя знает, что он делает. С этим всё понятно? Так точно, понятно. А вот теперь запоминание записывай. Есть. Свяжись с аналитическим отделом ГРО в Кабуле. Пусть подготовят доклад о настроении в войсках. Максимально объективный. Объективный, хорошо. Нам необходимо донести наверх, что позиция комитета по вопросу в Афганистане ошибочна. И направлена против армии, против будущего страны. Товарищ генерал-лейтенант. Вы же с товарищем Лукьяновым друзья. Разве нельзя просто поговорить? Теперь уже нельзя. По сожалению. Мистер, барон на моей стороне. Он пока осторожничает. Поэтому нам нужна бумажка о настроении в войсках. А ты знаешь, о чём говорят в честь? Никак нет, не могу знать. А я тебе скажу. Когда вернёмся в союз, когда демрянёмся. А мы всё. Поэтому нужна бумажка, документ, что это не только моё мнение. Иначе ничего не получится. Сделаешь, сразу министр на стол. Понял? Товарищ генерал-лейтенант. Может быть вы сами? Подполковник, отсидеться в кустах не получится. Так точно. Действуйте. Посмотрите ещё раз. Можно по буквам, пожалуйста? Конечно. Смайли. Смайли. Джонни Смайли. Специальный корреспондент Гардиан. Ты чего, всё в порядке? Я помню этот город совсем другим. Гарри, пожалуйста. Взёлые добрые люди. Девушки в мини-юбках. А потом пришли советы. И люди с оружием. Готовы убивать. Кстати, Митя. Он тоже солдат. Митя – будущий офицер. Это… Он солдат. Он просто солдат. Им приказывают убивать, и они убивают. Но если ты увезёшь его в США, то он может быть кем угодно. Юристом, адвокатом, бизнесменом. И ты можешь его освободить от этого семейного проклятия, убивать на войне. Митя никого не убил. Пока. Он офицер, Джейн. Он будущий офицер. Это совсем другое дело. Он сам делает свой выбор. Ну, а насчёт выбора? Ты права. Thank you. Су di ракет, спроси. Спасибо. Спасибо, Матя. У Have a good day. О, there you go. Ума, вот у меня есть. Ума, вот у нас есть? Да, шутка, пожалуйста. Совет у нас есть. А мы к вам в гости? Давай, заходи. Это как раз вовремя. А то я на двоих привычки приготовила. Наливку сама из малины делала. Ну, рассказывай, помирились? Помирились. Сам позвонил, извинялся, говорит, что любит. Молодцы, что помирились. Хотя, насчет ребенка отруглого Аэстера, Вы вместе подумали? Нет, я так не могу. Ой, ну, как знаешь. Как знаешь. Люблю я его, и никто другой мне не нужен. Значит, за любовь. За любовь. Здорово. Привет. Здравия желаю. Да. Че, глаза нажжет? Ба, знакомые все лица. Салам алейкум, товарищ майор. И тебе салам пополам, Кротов. Ты как тут оказался? Я ж тебя лично из армии, сволчьим билетом, выпер. Так, видать, в динштабе по-другому решили? Где? Там. Там? Ну, заходи раз там. Поговорим. Это приказ, капитан. Так, сорок четыре косаря. Умножить на семнадцать. Сколько получится? В Афганях почти восемьсот тысяч. Жигуль, миллионер. Если не поймают. Кто его поймает? У него бачей в городе знаешь, сколько знакомых? О! Кишмешовку и водку. Чего он только не таскал. А батник помнишь? Который ты с дебелями матери передавал. Ты все на козел подставил меня с этим пластилином. Да. Да за такие деньжища, он сразу на четырех бабах жениться может. Да одна у него здешняя. Из-за нее все. О, бойцы. Здорово. А где этот-то? В столовую пошел. Приказал вас караулить. Пацаны, как отсюда свалить можно? Через дувал ходят. Не вариант. Тропу перекрыли. Есть же… Мужики, вам за меня ничего не будет. Я курсант. На следственной практике. Куда хочу, туда хожу. Поможете? Поможем. Смотря что и сколько. Есть один вариант. Для особых случаев. Ясно. Выходят, парни, это и есть особый случай. Там барбухайка в бану праечный пойдет. Мы подсобим. Добро. На дембель без часов? У тебя есть часы. Они плохие. Еще не плохие. Нормальные, нормальные часы. Он мне их оставил. Дай сюда. Обойдешься. Дай сюда, я сказал. Ты оборзил? Ты как? С дедушкой-то, а? С советской армией разговаривали. Какой ты дедушка? Ты чмо. Ты бегулян сдал! Дорогий сволочь! Предателей защищаешь! Катя! Подъем! Откуда у вас эти часы? Я вас сейчас пыль стирать буду! Откуда часы? Мишка, гаммарк! Мишка, гаммарк! Стой! Стой! А? Что случилось, товарищ капитан? Буду бить кого-то. Торгуешь? Мотороллер твой нужен. Мне дежурного позвать, чтоб твои тюки проверил. На, вот и все. Спасибо, понял. Товарищ генерал-лейтенант, разрешите? Да, Сереж, входи. Слушаю, Бобрак Кармаль в Москве. Засветили в приемной буквально минуту назад. Сказали, прилетел по поводу слухов об отставке. Просил вас наказать. Что еще слышно? Собирается обратно лететь в Кабул. Значит, надо сделать так, чтобы самолет Кармаль исчез из внуков. А как это? Атака-то. Перегнать в другой аэропорт, чтоб не смог улететь. Иди сюда. Входи телефон. Эти люди тебе помогут все сделать. Я генсеку. Ну и готовьте группу. Для перевоза Кармаля на дальнюю дачу. Все ясно? Так точно. Ну, действуй. Есть. Славка. Молодец. Ищем эту девушку. Возможно, носит пранзу. Особое внимание всем новым людям. Подключаем своих осведомителей. Докладывать лично мне. Ясно? Чего ждем? Вперед, вперед, вперед. Мужицинская. Музыка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как они узнали? Видно, что у Рыжего что-то было с собой, что могло выдать вас. Или сына Савельева. А уже через него ушли на вас. Кто дал приказ? Майор контрразведки Гонин. Сказал искать американку, фотографа. Нелегально прибывшего в Кабул между двадцатого августа и третьего сентября. Да, еще им известно, что с ней приехала еще одна женщина. Но как это выглядит, еще они не знают. У нас очень мало времени. Я должна знать о каждом шаге этого Гонина. Каждая мысль, которая приходит ему в голову, должна оказаться в моей голове. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Жень, секундочку. Ты что тут делаешь? Пытаюсь починиться. Он что, сломался? Да, он давно не работал. Блин. А ты все сама умеешь делать? А это что? Любопытная. Заметки по работе. Как раз мне надо тебе почитать, потому что я не уверена, стоит ли так оставить или развернуть тему. Потому что, знаешь, вот, мне кажется, это не совсем то. Так. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, наконец-то. Боже, ты в прошлый раз так с Эмиссиным сбежал, я ж испугалась. Ну, были проблемы, но теперь все хорошо. А, Мить, у нас радиоприемник сломался, а без него так скучно. Смотришь, а? Смотришь. Дмитрию от отца на долгую память. Иди. К тебе, гости. Митька. Манкин. Я сейчас принесу радиоприемник. Хорошо. Подожди. Иди. Иди. Сейчас. Так. Анна Добровольская. Ты согласна стать моей женой? Да! Анька! Одевай. Одевай. Подожди. Подошла? Завеливай. Вот наш сломанный радиоприемник. А, да. Я когда пыталась его включить, то не работала. Так. О, Маш. Такой у нас тут. Подождите, я вообще не воприем, а затем разъем приемника. Вам не до этого. Так, подожди. Подождите. Пойдите. Что? Закрой глаза. Непременно. Закрыл? Открывай. Анька, не судьи накроешь? Нет. Открою. Ну, Анька. Вить, Вить, у меня сейчас командировка закончится, а ты закроешь своё дело. Дальше что? Что потом? Я не знаю. А что ты предлагаешь? Ты же хочешь со мной быть? Поехали в Америку. Ань, ну… Ну, ты мне предлагаешь родину придать? Я хочу с тобой быть, но не такой же ценой. А твой любви и цена? Ну, не цепляйся к словам. Отдруга. Я понимаю. А… Да мне плевать на себя. Я не могу отца поставить под удар. Понимаешь? Ну, ты же не смогла год назад. И я тебя понял. И весь год тебя одержал вот здесь. Если б ты меня одержал, то ты бы меня слышал. Да, Ань. Я не могу поехать с тобой туда, но ты можешь поехать со мной в союз. Куда? В тюрьму? Ты думаешь, они забыли про мою семью и про меня? Вот, поговорили. Я не могу. Я не могу. Мне не будет. Я не могу. Спасибо. Как-то если я хочу, чтобы я попробовал мне. Я не могу. Я не могу. Я не могу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Э, алло! Ты че, Дед? Да я даже представить себе это не могу! Очереди, дефицит, мрачные люди, темные улицы, все серое! Ты от этого сбежала, да? Я не сбежала! Меня выгнали с отцом, если ты не помнишь! Я помню, Аня. Сейчас все изменилось. Все стало по-другому, и нас поймут, и тебя простят, и… Что? Простят? У меня не за что прощать. Я ничего плохого не сделала. Это твоя страна решила, что я виновата. Так вот что. Я завтра приду днем, и ты вернешься со мной. Или уезжай. Прямо сейчас уезжай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну-ка, подымайся. Ну, вставай, 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 вставай. Давай. Че, сердце, что ли? Бывает. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Твою мать! ЧТОНЫХ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Митя! Аня, ты куда? Аня, Митя! Аня, на сударь, я сказал! Красава! Все, курс, уходим. Уходим, пока патруль набежал. Пошли, пошли, пошли! Обрат! Успокойся, успокойся. Я рядом. Что это было? Думаю, это была случайность. Трое мальчиков шли свою дорогу и увидели шуравей. А шуравей что здесь делал? Заблудился. Ты уверен, что за тобой никто не следил? Уверен. А за мальчишкой? Сложно сказать. Ну, я не видел, когда он был. Ну, что, трое случайно шли рядом? Советский офицер случайно заблудился? Вам не кажется, что шли слишком много случайностей? Мы не можем рисковать. Переезжаем. Аночка. Аня, что-нибудь, расспокойся. У нас нет времени. Встань. Аня! Сейчас здесь будет советский патруль. И ты не увидишь ни Мити, ни своих родителей. Пойдем. Пойдем. Я позабочусь о тебе. Не бойся. Пойдем. Госпожа, дай помогу. Сумки тяжелые. Что он хочет? Хочет помочь. Не давай ему ничего. Еще убежит. Подожди. Как будет, спасибо. Ташакур. Ташакур. Будь здесь. Когда парень придет, сделай, как мы договорились. Понял? Ташакур. Будь здесь. Когда парень придет, сделай, как мы договорились. Понял? Держи, Галипич. Держи. Держи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Англичане подарили. Вот, чашка как чашка. А как подумаешь, что ей триста лет. Так страшно пить. Ну, из неё. Да ты садись. Целиком и полностью с вами согласен, Михаил Сергеевич. Тут до тебя кармаль заходил. Целый час рассказывал, почему тебя нужно с должности снять и на каком суку повесить. Я так понимаю, что это не кармаль под меня копает, а кто-то другой? Возможно. Возможно. Михаил Сергеевич, пока кармаль ещё в Москве, дайте добро. Я положу перед ним заявление об отставке, он его подпишет. Я уже всё обдумал. Действовал исходя из того, что вы поддержали мой план нормализации политической ситуации в Афганистане и постепенный вывод войск. Доктор Наджибулла готов занять пост. Я с ним всё проговорил в деталях. Вот ты говоришь, Наджибулла. А через неделю съезд в Политбюро. Буза начнётся? Что? Как? Почему без нас вывод войск? После Нового года можем начать. За двенадцать месяцев всех выведем. Вот чашка, да? Вот триста лет и ничего. Человек семьдесят со скрипом. Ну, некоторые больше протягивают. Добро действует. Решить идти? На полимеру отобьёмся. Это как так? Да. Вот как так-то вообще? Элементарный курсант. Я тебя потом научу. Что? Главное не думать. Все на рефлексе. Рефлексе? Ага. Вот у меня сегодня так же. Рефлекс-то работал. Я ведь до этого стрелял-то только на полигонах. А тут раз и все. Я даже подумать ни о чем не успел. Стоять! Я убил. С боевым крещением. И убил. Человека убил. Ну да. Убил. Жизнь забрал. Понимаешь? Дал не я, а забрал я. У него, может, семья, дети. А я раз. И все. Ну и что ты списал? Тебе духов жалко. Так вот, они бы тебя не пожалели. И из твоего Макарова сейчас бы наших парней стреляли. Без всякого зазрения от совести. Это война, старина. Внял. И отставить уныние. И отставить уныние. Есть. Отставить. Ну, чего не так, Митька? Ну, что опять не слава богу-то, а? Митька. Да я с любимой… Чё с любимой? Плохо все, товарищ капитан. Слышишь, Митяй, да забывай про это, товарищ капитан. Мишка я. Для друзей я просто Мишка. Если бы не ты, Дмитрий, я бы сейчас двухсотым к своей летел без джинсов и неделек. А вообще, ты тот еще фрукт. И пастухом твоим быть, то еще удовольствие. Если честно. Ты, кстати, знаешь, что тобой о КГБ интересуется? А что им от меня надо? Говорят, что ты шпион ЦРУ. Это, конечно, чепуха какая-то. Зачем в ЦРУ с курсантом связываться? Ты же даже не знаешь ничего. А ты откуда знаешь про КГБ, ЦРУ? А тут вербовать один пытался. Над тебя стучать. А ты чего? А я тебя сейчас этим граненым стаканом между глаз засвечу, Дмитрий. Понял. Извини. Поехали. Чей это дом? Два дома Смаила. Смаила два дома? Да, это дом его матери. Что происходит? Почему мы пугаемся каждого шума, меняем дома? Почему мы себя ведем, как какие-то шпионы? Мы журналисты. Работаем в горячих точках. В общем-то, это как шпионы. А ты чего хотела? Боже, я уехать хочу. Прямо сейчас. Почему? Здесь все чужое. Я думала, здесь Митя мой, а он тоже изменился. Теперь тоже чужой. Я бы не узнаю. Ну, мы не можем так просто уехать. Оставайся. Я пойду в посольство, пускай перекидывают меня в Штаты. Если ты пойдешь в посольство, тебя перекинут не в Штаты, а в СССР. А там разговор с тобой будет очень короткий. Ты о родителях подумала? Их, может быть, не вышлют обратно, но их жизнь определенно будет невыносимой. Я не знаю, что у меня делать. Поговори с ним. Последний раз. Что от этого изменится? Ты сможешь оправдать себя перед самой собой. Ты сможешь посмотреть в зеркало и сказать, что ты сделала все. Абсолютно все, чтобы спасти свою любовь. А этот русский дурак просто не понял своего счастья. Да. Да. Хорошо. Ну, попробуй поговорить с этим русским дураком еще раз. Давай. Сумку распаковывай. Такого бы. Я горжусь тобой, сестренка. Слушай, а вот эта девушка твоя, ну, любимая, а какая? Самая лучшая, Мишка. Значит, помиришься. Мы с ней вообще друг друга не понимаем. Вот это плохо. Значит, другую найдешь. Другой такой нет. Да. Сложно все у тебя. У меня отец-лиссидент. Так. И? Их год назад из Союза в Штаты выслали. Она там, а я тут. Между нами океан. Думал, за год забуду. Не забывается. У меня тут все рвется. Болит. Я не знаю, что делать. Я с ней не могу и без нее не могу. Люблю ее, дуру. Так тебе повезло, Митя. Прям как в кино. У меня такая дружба была. Вот ты правильно сказал про океан. Да. Между нами тоже. Я здесь. А он для этих духов караваны с оружием возит. Прикинь. Мы их прямо в ущелье накрыли. И когда я его увидел, я аж присел. Рашид. Мы же с тобой вместе в Рязанке. В одной роте. Мы с тобой вместе по бабам, по гискачам. Мы все вместе. А он, главное, понял, смотрит на меня такой. Если ты должен, то стреляй, пальцем в лоб себя тычет. И я его отпустил. А меня потом за это из армии на все четыре направления. А что мне было делать, Митяй? Как я мог его не отпустить? Он же мне как брат. Знаешь, что я ему сказал перед тем, как отпустить? Если еще раз встречу, убью. Вот так вот, Митька. Вот так вот, Митька. Я с тобой. Кишлюшовку. И что я только делаю? Из Киш-Миша. Наверное. Сержант. Говорят, что Кротов Миша любит водку из Киш-Миша. Хе-хе-хе-хе. На. Ладно, Мишка, я ж пошутил. Держи, держи. Я ж сказал, что я научу тебя. Вот сейчас и буду учить, пока мы с тобой не перепелись. Да, слушайте. Ты встань, встань. Ты ж сидя рубить меня не будешь. Помни, ни о чем не думать. Все чисто на рефлексе. Три, четыре… Стоп. Секунду. А вот теперь давай. Бонзай. Товарищ капитан. Я обошелся дома, никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Или не понимает, что от него хотят. А если не открывает? Интересно, что они тут не поделили-то, а? Пес его знает. Может, на других бандитов напоролись. Они между собой договориться не могут. Может, они в гости ушли? А может, хозяева здесь лежат? Так, давайте царандой вызывать. Может, они разговаривают местных. Митя, контроль секта. Есть контроль. Чисто. За мной. Кстати, знаешь, почему земля крутая? В общем… Вспышка справа. Савельев, ты где шлялся, раздолбай? Я. Ты вообще в курсе, что писарь-финансист так в чате не вернулся? А если он сбежал, нам что, новое дело заводить? А дезертирцы помимо кражи? И надо обыски проводить в его комнате. Я что, это один должен делать? Я готов. К чему? Провести операционную ситуацию. Ты что, пьян что ли, поросенок? Никак нет. Ёлки-балки. Так, Савельев, возвращаешься в Москву. Как в Москву? Немедленно. Я доложу начальству о твоем непристойном поведении. Пошел. В Москву. Спать. Товарищ майор, не согласен, что… Боец. Капитана в модуле отсыпаться. Есть. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Почему земля круглая знаешь? Потому что они квадратные. Молоток. Товарищ капитанин. tout聲bplє Думаешь, он придет? Придет. Придет — не пущу. Позор какой! Ходит домой к незамужней женщине, как к жене. Мама, он меня любит. Он говорит, что увезет. Дарит мне подарки. Нашему сыну. Нашему сыну? Он как год назад уехал, так и не появлялся. И сыном не интересовался. Так он не знал о нем. А как только узнал, сразу же приехал. Благодетель. Спасибо ему. Ну, мам, хватит уже. Ну, каждый день одно и то же. Вот раньше, когда был с нами отец, ты такой не была. Я уж точно это помню. Помнит она. Думаешь, я не хочу, чтоб ты была счастливой? На, дочка. Это тебе. Это же бабушкина. Это прапрабабушкина. Это еще прапрадед сделал. Из афганских монет. Пусть оно принесет тебе счастье. Будешь счастлива ты, буду и я. Пусть оно принесет тебе счастье. Спасибо. Пусть оно принесет тебе счастье. Долго ходите? Хорошо, что вообще дошел. А ваш товарищ нам уже все рассказал. Тогда разрешите идти? Да нет. Послушаем мы вашу версию захватывающих событий. Обождите в соседней комнате и гоним. Проводи товарища. Пошли. 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 А как ты можешь перед ним есть? Он же на тебя смотрит. Так я ему и предлагал. Он не хочет. Бардак. Надо вообще твоему начальству сообщить, что ты над генсеком ЦК шутки шутишь. Ты можешь не в курсе, капитан. В Союзе сейчас перестройка. Сейчас все можно. Так что никому твои рассказы не интересны. А вот про перестрелку вчерашнюю в городе я с удовольствием послушаю. Че слушать, мне нечего рассказывать. Нечего. А трех духов не ты положил? Трех? Да больше. Роту, может, вообще их не считал. Правильно. Автомат твой у нас на экспертизе. И мы к вечеру все будем знать. Отлично. Автомат – это оружие. Из него стреляют. Я, к примеру, курса натаскивал. На бутылках. Ну, что? Как у вас дела? Да вот, сказки рассказывает. Сказки? Сказки – это хорошо. Сказки я люблю. Вот сейчас твой товарищ нам отличную историю рассказал. Про перестрелку в Кабуле. В деталях заслушаешься. А твой вариант? Рассказывай. Ладно, был я в городе… Зачем? Митька сбежал на рынок. Я за ним. Догнал, вернул в часть. Возвращались пешком. Тихо-тихо-тихо-тихо. А про Духов ты что, забыл? Ну, нарвались мы там на каких-то. Мы их отработали. Лучше бы они нас. Ну, а почему сразу не доложили? Мы поздно вернулись. После отбоя. Ну, и, товарищ полковник, ну, мы катили. Стресс, как-никак. Ну, стрессы-то да. Ну, а на рынке-то были? Да, на рынке были. Что купили? Я ничего не покупал. А Митька вам просто не успел. Я его тут же зашкербан и в часть. Да, это правильно. А че он хотел-то? Да пес его знает. Может, фруктов, молодой, авитаминоз, все дела. А что в том районе делали? Мы вообще туда случайно забрели. Случайно? А может, вы встречались с кем-то? А с кем там встречаться-то? Жара все местная, по домам следили. Ты не встречался. Он. А ты просто присутствовал. Прикрывал. Да не, ну, с кем ему встречаться? Он шестой день в Кабуле. Он не знает никого. Нет. Не интересная сказка, Кротов. Твой товарищ лучше поет. Пойду я его послушаю. А скажи-ка мне вот что, капитан, а что в Кабуле Савельев делает? Слушай, у них там какие-то свои прокурорские дела. Я в это не лезу. Это правильно. В прокурорские дела. Тебе лучше не лезть. А здоровее будешь. Ну, так что, может я пойду? Иди, дорогой. Кто ж тебя держит-то? Приятного. Спасибо. Бардак. Ну, ну, ну. Продолжай. Как в городе оказался? Я же говорю, захотел купить фруктов. Убежал на рынок. Купил? Не купил. Меня перехватил Крутов. Где именно? Я не помню. Перекресток какой-то. Духов, кто убил? Ты или он? Это была самооборона. Я спросил, кто убил. Не помню. Первый раз пою. С кем в городе встречался? Да ни с кем я не встречался. А какого ты в этот район поперся? Рынок в другой стороне. Это вы знаете. Я там первый раз. Все улицы одинаковые. Заблудился. Заблудился. Спасибо. Имя, фамилия, отчество. Дмитрий Савельев. Федорович. Федорович. Видишь, Митяй, как хорошо, что мы с тобой потрезвые об общей версии договорились. Я это пить больше не буду. А вот то, что пошумели в городе, это, конечно, зря. Вышел приказ по всем частям в Кабуле. Офицерам запрещено покидать свои расположения. Так что то, что ты свою любимую больше не увидишь, это, брат, одна беда. Вторая. Если местные офицеры прознают про то, что это именно из-за тебя ни одной звезде за пределы КПП не выкатится. Будешь по части ходить оглядываться. Как-то пофиг уже. Что-то ты, Митяй, слишком заматерел после первого боя. Ты гляди, тут одними выбитыми зубами можешь не обойтись. Не успеют. В смысле? Закончилась моя командировка. Каршев в Москву отправляет. За пьянку и аморальное поведение. Ладно, неси, прорвемся. Значит так, сейчас иди высыпайся, а то вид у тебя такой, будто на тебе духи месяц караваны возили. А с Карышевым я сам поговорю. И что ты ему скажешь? Орет, как бешеный. Скажу, что ты ни в чем не виноват. Скажу, что это я тебя напоил. Как-никак повод был. Сын родился. А у тебя что, сын родился? Митяй, иди проспейся. Мишка, ты просто… Ну, давай, 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 дуй, Ромео. Зря мы их отпустили. Надо было за жабры облет. Нет за что, за жабры. Как бы еще награждать не пришлось. За что? За ликвидацию трех духов, например. Они находились вне расположения части. А если бы в плен попали? Ну, так и не попали же. А то, что вне расположения части, имеют право офицеры. Данский час. Игонин, не зуди. Жора, я больше чем уверен, что не просто так они в этом районе заблудились. Савельев встречался со Связным, с Добровольской. А Кротов его прикрывал. Опять фантазий. Слушай, нам бы его отпечатки пальцев снять. Уже. Молодец. Может, уже район проверил? Проверил. Только сам узнаешь, местные хрен, что скажут. Скажи Бавру, пусть поставит посты по периметру из своих абреков. И пусть выдаст им рации. Через два квартала по окружности поставь наших. И как только какая-нибудь новая рожа появится, сразу мне докладывать. Есть. Я в машине. Толя. Не беги впереди паровоза. Тут такая каша заваривается. Ты себе представить не можешь. Не суетись. Поехали. О, чё, отоспался? Гроза кабула. Отстань, Кэп. И так тошно. Так. Ну, каких гадостей мне тебя опять ждать? Никаких. Митя, у тебя ж все наружу написано. Сам расскажешь? Или мне очки идти искать? Да все нормально, Кэп. Так. Человека убил. С любимой поругался. А так все хорошо. С любимой? Помиришься? Человека родишь? В чем проблема? Она с ума сходит. Ты ее не знаешь. Она может такие глупости наделать. Глупости? Я так понял, что ты решил наделать глупости вместе с ней. Она может из Кабулу уехать. Ты понимаешь? Понимаю. Да ничего ты не понимаешь. Ну, может с ней больше никогда не увидимся. Короче, она хочет, чтобы я с ней в Штаты. Ну, а ты че? А я не перебежчик, Каб. Я присягу давал. Это правильно. Ну, вот она не слушает. Я не знаю. В Союз она не хочет возвращаться. Мишаня, может она меня вообще не любит, если такие условия ставят? Горячку-то не пари. Не любит. Девчонка из Штатов сюда воюющий Афган приперлась, чтоб тебя, дурака, увидеть. Не любит. Чтоб меня-то кто-то не любил. Сука, недельки. Че? А? Ничего. Ну и че ты решил? Да в том-то и дело, что я не знаю. Я же тебе говорю, он меня не слушает. Если не слушает Митяя, значит плохо слова искал. Тебе нужно еще раз с ней как-то увидеться и все на этот раз предметно обсудить. Как я отсюда выберусь? Карантин. Ну да, по-хорошему тебя, конечно бы, скажешь, что он на поиски этого писаря беглого поехать. Да он только вон приведет тебя, только что не крестится. Скоро бегать от тебя начнет. Угу. В общем, есть у меня идейка одна. Маш, я правда не знаю, когда. Ну зачем ты так со мной? Ну я же не виноват, что у меня стажер, алкоголик и дебошир. Тут еще подозреваемый убежал. Ищу его по всему чертову Кабулу. Маш, ну какие женщины, я на майне. Капитан, запросите выход в Кабул для оперативно-розыскных мероприятий. Есть. Два тридцать. Два тридцать. Больно? Да. Странно. Да что ж странного-то? Больно человеку. Ну это и странно. Откройте рот. Язык не обложен. Ничего не понимаю. Доктор, ничего ж непонятного-то. Страдает парнишка. У меня уже никаких причин для страданий. Доктор, можно вас? Доктор, вы знаете, чей это сын? Генерал-лейтенанта Савельева. Вы готовы брать на себя ответственность, если с ним что-то случится? А вдруг у него какая-нибудь неизвестная наука бацилла? Мы с вами где? В Афганистане. Что мы здесь едим? Что пьем? Но ведь никаких симптомов нет. Держись, братан. Держись, Митяй. А что, если мы отвезем его в госпиталь, в Кабул? Да. Да, давайте. У них там лаборатория, оборудование, анализы сделаем. Угу. Нам только компалка сообщит, что парня нужно срочно госпитализировать. Сами не можете? Так я ж не врач, он мне не поверит. Ну да. Жди. Жди. Эй, ты актер Большой Хималов. Давай очухивайся, на тебя уже не смотрит никто. Да? Ага. Черт, когда мы приедем? Не извольте волноваться, больной. Доедем как-нибудь. Че за… Че такое? Не знаю. Канистру тащи. Мишка. Ау. Ты мне зачем помогаешь? Может, у тебя жизнь спас? Я перед твоим отцом из тебя отвечаю, Митяй. Понял? Хотелось бы как раз такую поездку гулять для одобрения. А мы ему не скажем ничего? Да не знаю я. Даже если я ее уговорю, у нас-то ей вряд ли обрадуются. Знаешь, что я тебе скажу, Митька, за свою любовь биться надо. Вот это я знаю на сто процентов. А если батя твой тебя любит по-настоящему, я думаю, простит. Потому что поймет. Как мужик. Тем более, сейчас с этим вроде попручивать. Крутов, ты че? Ты любил, что ли, когда-нибудь? Ты че прав думаешь, что я не человек, что ли? Да не, ну… Ты че любил? Я жену свою люблю, Митя. И сына своего люблю. У меня же правда сын родился, прикинь. Так ты не шутил про сына? Поздравляю. Самое интересное, что он здесь, в Кабуле. Погоди, ну че, это местный, что ли? Она наполовину русская, здесь живет. Так что выкручиваться-то будешь. А я не знаю, не знаю, Митя, как выкручиваться. Не знаю, не представляю даже. Как уж на сковородке, наверное, как-то так. Знаю только, что сына отсюда заберу. А жена? Ты че не спьешь, Зоя? Ты завтра уедешь, я это сплюсь. А сейчас даже глаза страшно закрыть. Слушай, глупости, я ненадолго на этот раз. Для тебя это может и глупости. Ты меня, наверное, больше не любишь, раз все время сбегаешь на свою эту войну. Ты че? Че ты? Опять соседка тебе уши продула. Я когда-нибудь этой Вальке Кудряшовой дверь досками забью десяткой, чтоб сидела и не сквозила. Спи давай, Зоя, подъем скоро. Я тебя буду ждать. И смотри, мне там не вздумай изменять. Я же люблю ее, Минь. По-настоящему люблю. Я без нее как, как цоколь без лампочки. Провода без напряжения, знаешь. Света нету. Потому что она мой свет. Ну, а матери пацана объясню все как-то по-человечески. Может поймет. Все, давай, поехали. Провода без напряжения. А это, блин… А если он нас не найдет? Да найдет, найдет. Куда он денется? А если он не будет нас искать, Джейм? А если ты будешь так кричать, тогда точно с гор спустятся местные отрубят нам кинжалами головы. Митя об этом прочитает, ему будет очень-очень стыдно. Стыдно. Успокойся, я обо всем позаботилась. И чтобы искал, и чтобы нашел. Может, и не надо, чтобы он нашел. Надо доделось репортажа уехать отсюда. А он пусть живет, как жил раньше, спокойно. Все равно не сможем быть вместе. Мы слишком разные. Научится жить без меня как-нибудь. А ты сможешь без него жить? Тогда ставь тарелки на стол. Итак, что там с Флаерти? Они должны были сегодня выехать. Нет, она вчера еще раз вышла на связь. И сказала, что ей нужно больше времени, чтобы завершить операцию. Она утверждает, что какие-то технические трудности. Ничего серьезного. Понятно, сколько ей нужно времени. Ждем от нее информации в ближайшее время. Хорошо, держите меня в курсе. Да, сэр. Раскопались фронт с оружием, а там вместо оружия 25 ящиков баночного пива. Басов говорит, это специально. Наших бойцов губить. Отравили, проверять, короче, надо. В общем, после 17-й банки, он же, падла, каждый ящик проверял, ты понимаешь? В общем, мы его в вертушку на руках грузили. Пилоты подумали, двухсотый, прикинь. И вот что подумал, после вчерашнего ГБ и ХАВ по-любому посты выстрелили. Сунемся туда на машине, нас тепленькими и возьмут. Что ты предлагаешь? Видишь, он про волокон. В общем, ныряй в него, он тебя прямо к дому и выведет. А через пару часов здесь встречаемся. Выправишься? Наверное. И это нитяя. Каждый сам кузнечик своего несчастья, понял? Два часа. Два часа. Эй, ты кого-то ищешь? То есть, откуда? Пойдём со мной. Бурубача! Они переехали, но предупредили с мало времени. Поехали. Далеко? У меня два часа всего. Садись, успеем. А ну, стой-ка сапузой! Пусти, дядя! Иди сюда! Тихо, тихо! Кто это? Я не знаю. Не знаешь? Украл? Я не украл, мне подарили. Кто подарил? Мне подарила американка. Я тебя так ждала. Ир, нам надо поговорить. Угу. Ань! Господи! Не могу я без тебя. Да. Товарищ майор, мы следили за домом, в котором произошла перестрелка. Тут приходил советский курсант, его встретил мальчишка-афганец, который проводил его к машине, которая явно его ждала. Проследили? Дальше проследить не удалось. Да он уехал на машине. А пацан? А пацана мы взяли. С курсантом ещё кто-нибудь был? Нет. Скоро буду. КОНЕЦ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Смотри, я все придумал, Энни. Мы будем помогать твоим родителям. Я ведь придумал, как письма отправлять в Америку, так? Ну, все, найду способ, как отправлять деньги. Ну, правда, это будут рубли, но я ж думаю, они разберутся, как обменять. Ну, зачем все так усложняется? Если ты можешь просто поехать со мной и помогать им оттуда. Нет. Ну, а мои родители, отец. Ну, ты мне что, предлагаешь стать перебежчиком? Почему сразу перебежчиком? Ну, сделаем все официально, не сейчас. Ты можешь выучиться на дипломата. Ну, а, допустим, а где гарантия, что меня отправят именно в Америку? И к тому, что ты думаешь, как обойдутся с отцом, когда узнают, что его сына невеста из США? Замокун-то-круг какой-то. Угу. Ир, ты меня выслушай, пожалуйста. Миша, подожди, сейчас. Ир, я тебя прошу, перестань суетиться, выслушай просто, ладно? Ага, все. Да. Что? Ты такая красивая. И очень-очень хорошая. И ты заслуживаешь того человека, который всегда будет рядом с тобой. Ир, ну, прости меня. Вот ты о чем. Ир, ну, прости меня. Ты не подумай, я вас не бросаю, я все сделаю. Чем она лучше меня? Дело не в этом. Мы с Зоей уже очень давно вместе. А дети есть у вас? Какая разница? Значит, нет. Дети у нас будут. И вообще-то это наше дело. Я хочу, чтобы ты ушел сейчас. Немедленно. Ир, я хотел сказать, что… Ты уже все сказал. Езжай к своей Зое, а о нас забудь. Давай. Уходи. Воевать легче, чем с бабами отношения, выясняет Бахтияр. Хорошо. Ты себя ведешь, как эгоист. Ты никого не хочешь слушать вокруг. А что мне слушать? О чем? Как замечательно в твоей Америке? Да откуда, по крайней мере, людей не вышвыривают, если у них есть собственное мнение, если они не такие, как все остальные? Чего ж ты так переживаешь за своих родителей, если они живут в такой замечательной стране? Значит, их не будут по допросам таскать. Боже, успокойтесь. Вас же на улице слышно. Все. Тайм-аут. Выпейте чай и успокойтесь. И поговорите с друг другом. И думайте. Начните ее думать. Я вообще не понимаю. Вот чего она с нами так возится? Я тоже начала думать об этом в последнее время. Я раньше ей доверяла, а сейчас начинаю сомневаться. Почему? Она себя очень странно ведет. Хотя, с другой стороны, она помогла нам найти друг друга. Не знаю, Митька. Слушай, может, правда? Чего мы так собачимся? Может быть, действительно, есть какой-нибудь выход? Странно. Странно. Их машину и крошеду на пакистанскую границу и сразу ко мне. Стоист. От отца. На долгую память. Съезжали с частью. Кротов и Савельев выехали сегодня. Вроде как в гостутаж. Номер машины? Засекли. Искать. Женщин. Расскажи, где ты это взял? Это мне подарила добрая девушка-иностранка. Она была одна? Нет, с ней была еще одна. Только более старая. Тоже иностранка. Покажу, где она жила. Здесь. Дай жвачку. Держи. Засекли машину, на которой Кротов и Савельев выехали сегодня. Где? Пару кварталов отсюда. За одном один. Сюда его? Капитан, твоя голова на мушке снайпере. Отпусти его. Это наш человек. Руки за голову. Русские, что ли? Мы-то русские. А вот кто ты, надо выяснить. Извини, братан. Ошибочка. Все нормально. Все. Обознали, что ли? Ну, и богу не хотел. Нарядились тоже. Блин. Какие будут распоряжения? Штурмуем. Пора из всех живыми. Без явной причины огонь не открывать. Есть. Работаем. Штурм! Штурм! Чисто? Чисто! Ищите! Наверху – чисто. Наверху все чисто. Стоп. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вызывайте экспертов. Будем пальчики снимать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ба, знакомые все лица. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, и что ты тут делаешь, капитан? Да я гуляю просто. Лежи на недельке еще. Не знаешь, где в Кабуле купить можно? Не дури, Кротов. Ты сопровождал курсанта в этот дом. Ну? Ничего не знаю, майор. Я в этом доме первый раз. Честно. А курсант тоже? Первый раз на гонюк зашел. В шпионов поиграть. Где он? Вопросы здесь задаю я. Мне нужно срочно поговорить с генерал-лейтенантом Савельевым. Перетопчешься. Говорит, не оставить жену из-за чувства долга. За мной вместе. А тебе он ничего не должен. Оставил одну с ребенком на руках. Сама виновата. Не смогла мужчину удержать. А как его удержишь, если он сам не хочет остаться. Твой отец тоже сначала не хотел. Она его у парикмахерши отбила. Знаешь, какая была блондинка? Кожа белая, юбка до колена. А вышло все по-моему. Какая-то жена-то его, ты видела? Я там в Союзе осталась. А дети у них есть? Живут долго, а детей нет. Значит, она пустоцвет. А ты ему сына родила. И прав у тебя больше. Товарищ майор, разрешите доложить? Товарищ майор, разрешите доложить. Визы по отпечаткам в доме. Среди них найдены отпечатки, принадлежащие Дмитрию Савельеву. В том числе, на радиоприемнике, который оказался шпионским передатчиком. Молодцы. Разрешите идти? Разрешите идти? Иди. Жора, сын генерала-лейтенанта Савельева, увлечен в работе на вражескую разведку. Есть неопровержимые доказательства. Товарищ генерал, разрешите доложить? Докладывай. Кармаль ничего не понимает. Уже часа два пьет коньяк со своими помощниками в вип-зале. Сильно пьет? Ну, ручку сможет в руках удержать? Пока да, но… Серега, значит так, я сейчас приведу его сюда, и здесь ему сообщу, что политбюро приняло решение об его отставке. А ты ему сразу заявление на стол. Понял? Товарищ Савельев, вы отстранены от работы. Мы должны доставить вас домой. Вы будете находиться под арестом. Товарищ Савельев, не усложняйте нам задачу. Вся спецсвязь уже отключена. У меня сейчас встреча с Кармалем. Никакой встречи не будет. Товарищ Кармаль вылетает обратно в Кабул. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать, Мир! Добро пожаловать, Мир! Добро пожаловать, Мир! Пропустите его. Добро пожаловать, Мир! Добро пожаловать, Мир! Добро пожаловать, Мир! Добро пожаловать! Добро пожаловать, Мир! 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 Мир! Добро пожаловать! Мир! Добро пожаловать! Мир! Душаром! Заметное восточное гостеприимство, а! Очень смешно! Добро пожаловать, Мир! Добро пожаловать! Мир! Добро пожаловать, Мир! Мир! Если бы убить, давно бы убили. Лицом к стене. Спасибо. Мальчат! Что вы от нас хотите? Мой отец важный человек. Нас будут искать. Здравствуйте. Нефть сломалась, я поднялась. Подожди, я сейчас завтрак приготовлю. А ты готовь, не пропадет. Рит. А? А ты не помнишь номер телефона Жека? В записной. Изнутри. На обложке. Отрубили черти. Чего я вам устрою? Да. Федя, что с нами будет? Ты не волнуйся. Все образуется. Сейчас не тридцать седьмой год. Разберутся. Федь, что с ним? Где он? Почему такое безразличие? А что должен сделать? Я сейчас с Макаровой и в атаку пойти. Начала этих вот завалить в подъезде. Стоит еще там? Стоит. А потом вот этих двух, да? Около машины. Федь, мне страшно. Рита, ты, главное, не дрейфь. Поняла? Митька сейчас с Кротовым. К Кротову я верю. Я его еще с Лауса знаю. Это кремень. Прорвемся. Ты, главное, меня слушай. Поняла? После завтрака поезжай в фунт к Раисе и попроси о встрече. Ну, отлично. Ну, че, Рит, пойдем завтракать? Давай. Давай, давай, я друг вот сделаю. Так ешь? Я не хочу. Ань. Ну, понимаешь? Нам нужны будут силы, когда мы отсюда выберемся. Ешь. Когда? Куда? Мить, как мы отсюда выберемся? Ты что, не понимаешь, где мы находимся? А ты понимаешь? Послушай, я тебе обещаю, я что-нибудь придумаю. Неизвестно, когда мы будем ездить в другой раз. Ешь. Ешь. Какая жизнь? Какая жизнь? КОНЕЦ КОНЕЦ Два часа уже так стоишь. Может, все-таки вспомнишь, для чего ты весь этот спектакль разыграл? С поездкой в госпиталь. Ну, ничего-ничего. Еще пару часов постоишь, может, вспомнишь. А надо будет, до следующего утра стоять будешь. У меня времени много. Ты думаешь, тебя твой генерал-лейтенант спасет? Ошибаешься. Ему сейчас не до тебя будет. Ему надо думать, как сына прикрыть, пальчики которого мы нашли на шпионской радиостанции. И скорее всего, что он прикроет его. А ты будешь козлом отпущения. Навесят на тебя. Как на новогоднюю елку. Может, и на вышку натянешь. Чё думаешь? Натянешь? Если твой Мишка такой нерешительный, позвони его жене. Расскажи все, как есть. Что у тебя ребенок от него. Скажи, что он тебя любит. Так он ее любит, а не меня. Ты ж говорила, что там из-за долга. А сейчас говоришь, что любит. Ой, да не знаю я маму. Вот и выясни. Позвони ей. Почему ты должна одна мучиться? Может быть, вам бутербродов. Вы не могли бы в ЖЭК позвонить, чтобы лифт починили? А то неудобно. Звукumpy. А-а-а. Я не буду. А-а-а-а. А-а-а! Я не буду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, значит, передай старшему, чтобы удвоило число грузчиков и блокировало выходы. Ясно? Выполняет. Третий. Принял. Заказчик волнуется, чтобы груз не потеряли. Смена. Здесь убивать нельзя. Трупы должны найти. Найдут, сразу увидят, кто и как стрелял. Ведем на границу. Бьем метров с 50, словно они нарвались на пакистанских пограничников. Если они попытаются бежать, а ты сделай так, чтобы не убежали. Но чтобы ни одного синяка. Иначе шурави все поймут. Вот, положишь ему в карман. Когда убьешь, не раньше. Спрячь пока. Командир нас встретит на месте. Всем все ясно? Ясно. Папа. Нахажи. Эдмития не идут. Иди туда. Назад! Назад! Еще! Брось! Ты что, по-русски не понимаешь? Брось, я сказал! Ты нас кушать хотел, да? Стой! Хватит! Я сказал, никаких синяков. Им еще до Пакистана идти. Не на себе же их тащить. Как же они попадут в рай, если не будут страдать? У неверных нет рая. На выход! Сколько она там уже? Час. Вот они и не поют. Ребят, по машинам. Что замерз? Звони, уеду. Старший, срочно! Груз отправляется в машине царицы лично. Какие распоряжения? Что, сама? Прекратить наблюдение. Вот так, Федя. Ужом прополз. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Здравствуйте, Федор Николаевич. Я за вами. Михаил Сергеевич ждет вас на даче. Здравствуйте, Федор Николаевич. Я за вами. Михаил Сергеевич ждет вас на даче. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой! Не оборачивайся! Когда я скажу, беги к обрыву. Зигзагами. Прыгай в реку. Дело, как я сказал. На счет три. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что бы ни случилось, не останавливайся. Ой, господи. Ой, господи. Раз. Долго ходите с арбозы? Два. Девчонка еле идет. Извини, Рашид. Эй, мне нужно с главным поговорить. Потерпи. Через минуту будешь говорить с вашим главным. Давай уже. На все воле Аллаха, бегите! Ну! Рашид, тебе привет от Мишки Кротова! Мишки из Рязанки! Не стрелять! Откуда знаешь Кротова? Он… Друг мой лучший. Он тебя от смерти спас на караване. Я его не просил об этом. Верни, должок Рашид. Хорошо. Сейчас мне все расскажешь, но если солгал, я убью тебя. Ань, Ань. Михаил Сергеевич, извините, что прерываем. Вот. Михаил Сергеевич, здравствуйте. Мы по поводу сына. Рита… Риточка, я такие замечательные гортензии пересадила. Пойдемте покажу вам. Прошу. Пока нечего. Закон законом, а пятьдесят грамм не повредит. Ну, перестарались мы немножко с виноградниками. Побаивает. Не можем мы пока. Без перегибов. И ты тому живой пример. А мне тебя прикрыть нечем. Нечем. Михаил Сергеевич, вы прекрасно знаете, откуда растут ноги. И руки, и ноги знаю. А игнорировать не могу. Комитет такими вещами не шутит. И против твоего сына весомое доказательство. Я ни за что не поверю, чтобы Митька стал предателем. Ну, дурак, да. Ну, по молодости мог совершить глупость. Но чтобы предателем… Слова, эмоции к делу не пришьешь. Решите, я на три дня слетаю в Кабул и лично разберусь в этой ситуации. И если мой сын окажется предателем, я пущу себе пулю в лоб. Добро. Добро. Езжай. Разберись. Но только вот без пули. Ты человек государственный. И отвечать будешь. Перед государством. Ну. Значит так, Жора, слушай меня внимательно. В Кабул летит Савельев. Официальный повод проведения пресс-конференции. Сядь ему на хвост и так, чтобы он в сортир без присмотра не сходил. Понял? На каком основании? Жора, против его сына возбуждено дело о шпионаже. Этого достаточно, чтобы взять под колпак всех родственников. Правда, генсек на его стороне. Ну, будь осторожен. А если он меня за жабру возьмет? У него в Кабуле связи. Это уже достаточно. Жора, не мельтеши. Не возьмет. По поводу его связи в Кабуле я позаботился. Ну, действуй аккуратно. Есть, понял. Танюша. Ирка, привет. Привет. Ты еще лет тебя не видела. Как поживаешь-то? Ничего, нормально. Мне помощь твоя нужна, Таня. Звонок в союз нужно сделать. Можно от вас? Нет. Нет? Нет. Ничего невозможного для человека с бутылкой хорошего и виски. Спасибо. Добрый день. Госпиталь. Москву, пожалуйста. Да, диктую. Триста… А мы чего курим тут? Ребят, ну, нельзя на улицу нормально выйти. Ну, вы что? Алло. Алло, говорите, кто это? Это Ира. Вы не туда попали. Вы же Зоя? И что вам нужно, Ира? Зоя, ваш муж, он очень смелый человек, но что касается личных вопросов, он слишком нерешительный. Он вам должен был рассказать одну очень важную вещь. В общем, у нас есть сын. Вы должны были узнать ее. Думаю, что лучше от меня, чем от кого-то другого, да? Спасибо за честность. И как вы познакомились? Я медсестра, работаю у них в части. Вернее, работала. Так они родила. Знаете что, Ира? Я бы послала вас к черту, но я вам просто не поверю. Почему? Потому что я не могу верить на слово незнакомой мне женщине. Вот Мишка вернется, все мне расскажет, и тогда мы и поговорим, да? Мишка. Идешь. Спасибо. Ну, как там Мишка? Посидел небось весь? Даже не начал. И стрижка не по уставу. Напомни-ка, где он родился? Под Калугой. В какой роте служил? А он мне себе граф не докладывал. Знаю, что бился под Лаосом. Сейчас ком рота двадцать первого до шиба. А ты его вообще откуда знаешь? Да, вместе от духов отбивались. От таких? А еще Мишкин разведзвод в прошлом году целый караван таких ликвидировал в училии. А тебя Рашид отпустил. Потому что вы с ним в училище еще жетонами менялись, как братья. И про то, что ты его от ножа спас, он не рассказывал. Про то, что вы спиной к спине бились с местными, тоже рассказывал. И что тебя в училище фильмом прозвали. Извини. В общем, Мишка тебя отпустил, а его за это из армии и обратно в Калугу. А с чем вернулся? А ты чего здесь? А это родина моя. Я ничего не имею, кроме как воевать. Вот и Мишка не умеет. Хабиб, проверь. Знаешь, есть такой ветер, афганец. Да сталкивался как-то. Русские называют его афганец, а мы шамули и шурави. Ветер советских. Странно, да? А ты философ Рашид? А ты везунчик. Везунчик ты. Давай, забирай свою девчонку и валяйте. Ты вообще куда собирался? Я в Кабул, она в Пакистан. Куда? В Пакистан. Я иду с тобой. Не спорь. Я иду в Кабул. Афганец. 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 Вы тут до утра решайте, кто куда едет. Утром заложите. Так точно. Откуда? Канч на рангушт. О-о-о. Хорошие камни. Посмотрите. Афганец. Субтитры создавал DimaTorzok Привет. Дай мисочку свою хрустальную. Под винегретик очень надо. Завтра принесу. Хорошо. Ты себя хорошо чувствуешь? Да, все хорошо. Что-то бледная какая-то. Консервами отравилась. А, так лучшее средство от отравления – это черемуха у меня дома настолько завалялась как раз. И могу принести. Валь, спасибо. Я полежу в тишине и выпью таблетку. Может, усну. Ну, как знаешь. И я б тебя на ноги поставила. Иди. Иди, иди. Пойду. Давай. over. Валь. Валь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА